Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии, обязательно подписывайтесь. YouTube это очень любит, потому что для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мы собеседник сегодня, Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Здравствуйте, Борис. Я рада приветствовать вас у нас в студии. Добрый день. Борис, давайте, конечно же, начнем с таких новостей, что причиной внезапной смерти главы МИД Беларуси, Макея, называется все-таки инфаркт. Очень много уже версий, да, конспирологических вокруг этого, ну, скажем так, инцидента, наверное, даже неправильно, наверное, так будет назвать. Все-таки, по вашему мнению, что случилось, могли ли его убрать? Потому что вот в различных также телеграм-каналах сообщается о том, что это якобы личная инициатива Путина и курировал, и это все Патрушев, и все это сделало ФСБ. Ну, я думаю, что мы об этом в ближайшее время точно не узнаем, даже если с ним что-то случилось, если он был отравлен, то, скорее всего, КГБ засекретит результаты вскрытия, результаты расследования по понятным причинам. Потому что это прямой, ну, прямой, как говорится, привет Лукашенко. Я, кстати, разбирал эту историю с Макеем, кто он был вообще для Лукашенко, и нужно ли было его убирать, и зачем. Ну, то есть Макей — это, в принципе, такое единственное окно коммуникаций с Западом для Лукашенко был. То есть Макей проводил как публичные, так и не публичные переговоры, в том числе и с представителями европейскими, в том числе и с Соединенными Штатами. Буквально за сутки накануне он общался с посланником Папы Римского, причем ключевая тема была как раз Украина. То есть Макей был, он всегда был против, ну, то есть он открыто это не говорил, но он был против того, чтобы Беларусь по единому вектору ввязывалась в общую повестку России и только России. То есть он был за некую многовекторность, он был инициатором того, чтобы зарабатывать, я сейчас говорю не только про деньги, но и про политические баллы, зарабатывать на, значит, на то, что странам нужно и что Беларусь может им дать. Ну, то есть вот на конфликтных интересах Беларусь как посредник выступала. То есть Макей умел это делать, убрали его или не убрали, но, во-первых, все происходило на фоне существенного ухудшения здоровья самого Лукашенко. Это тоже не нужно забывать. И мы видели, как он спускался в Ереване по трапу, еле-еле ноги переставлял. И, кстати, в Беларуси уже давно существуют специальные правила, как можно снимать Лукашенко. То есть его в движении не снимают, там статично, ну, потому что недуг очевиден. То есть, и, кстати, белорусские вот эти его, значит, придворные журналисты, они делают одну большую ошибку. Они периодически выставляют ссылку на прямую трансляцию хоккейных матчей Лукашенко. И можно зайти и посмотреть, в каком он состоянии. То есть он просто едет вот так по прямой, ему там шайбу вкладывают в клюшку. То есть у него со здоровьем все не в порядке. Это раз. Плюс нужно понимать, что ОДКБ, мы видели скандалом, закончилось заседание, трещит по швам. Россия уже давно не гегемон, с Россией уже разговаривают абсолютно по-другому, даже партнеры по ОДКБ. Плюс у Лукашенко форменная истерика случилась, когда ему задали вопрос по Украине. Он же начал орать, срочно садитесь за стол переговоров, иначе будете уничтожены и так далее. То есть у Лукашенко и психоэмоциональное, и физическое состояние не очень хорошее. И тут внезапно умирает Маккей. Леонид Невзлин, если мне не изменяет память, сегодня написал, что... Российский, белорусский оппозиционер. Да, что сразу же были заменены повара, какие-то, значит, там часть прислуги и так далее. Ну то есть понятно, что Лукашенко параноид, подозревает. И понятно, что это почерк, ну мы сами прекрасно понимаем, чей. Зачем нужно было убирать Маккей? Чтобы Лукашенко стал более сговорчивым. И, кстати, все происходит на фоне того, что слухи уже прям из разных источников, что Кремль планирует убрать самого Лукашенко. Тут вопрос, убрать физически или просто устранить от власти, чтобы взять контроль над территорией, над армией. Я, конечно, эту теорию рассматриваю, но я не до конца в нее верю. Объясню почему. Потому что если убрать Лукашенко, то, ну а что, армия под козырек вся дастся и пойдет в Украину? Нет. Причем мои знакомые хорошие белорусские журналисты, они периодически проводят анонимные опросы среди белорусских военнослужащих. Там большой процент людей, которые ни при каких обстоятельствах не готовы идти воевать в Украину. И Лукашенко это тоже прекрасно понимает, но его дожимают. То есть вот если мы, например, будем придерживаться конспирологической теории, что Макея могли убрать российские спецслужбы, то его могли убрать, то есть для чего? Ровно для того, чтобы закрыть вот это окно коммуникации с Западом. Потому что там поговаривают, что Лукашенко через Макея семафорил вообще help, SOS, я готов на переговоры. Да, вот в частности обсуждается также о том, что это было все как бы показательной такой акции, потому что направлены на срыв сепаратных переговоров Лукашенко с Западом и Китаем. Вот Михаил, кстати, Шейтельман вообще предположил, вот у нас сегодня в интервью тоже, он сказал о том, что возможно он и вел переговоры и с Украиной, скорее всего. Вот какая версия вот вам? Я не очень люблю конспирологические теории, но то, что Лукашенко сильно стал смотреть в сторону большого брата, я имею в виду Китая, это факт. И частота встреч с представителями Китая и частота звонков говорит о том, что Лукашенко нужен стабильный, хорошо финансово обеспеченный покровитель в данном случае. Ну и Россия таким покровителем уже не является, потому что Россия слишком много может просить. Китай не будет просить Лукашенко вступить в войну с Украиной, Китай что-то другое попросит, там исходя из своих экономических и политических интересов. Но для Лукашенко это страшная история, когда первый белорусский солдат перешагнет границу с Украиной. Это страшная история. Почему? Потому что группировка, которая заходила тогда в самом начале войны с территории Беларуси, она по численности была соизмерима со всей белорусской армией, даже больше. И оснащена она была намного лучше. И что с ней произошло мы все прекрасно знаем. Поэтому как только белорусский солдат пересекает границу с Украиной, дальше, когда они будут уходить отсюда, отходить, На плечах отступающих заходит, допустим, полк Калиновского, это то, что необходимо белорусам, то, чего им не хватило в 2020 году. Тем, кто вышел на протесты против непрозрачных выборов. То есть Лукашенко это понимает прекрасно. И ситуация у него сейчас крайне незавидная. Но что делать? Он сам себя заморал. То есть он заморал уже кровью себя. Не белорусский народ, а себя. Когда пустил россиян, когда разрешил запуске ракет самолетов со своей территории, когда врал постоянно. То есть Лукашенко уже будет сидеть на скамье рядом с Путиным в трибунале. Борис, я все-таки уточню, потому что очень много разговоров ведет относительно вторжения именно с Белоруссией. Если предположить, что, возможно, ранее ГУР опроверг информацию о том, что это может случиться до 29 числа. В обозримом будущем все-таки, как вы оцениваете вероятность того, что может открыться фронт из Белоруссии? Ну то, что, понятно, Лукашенко уже не хочет пускать своих солдат, это понятно. Ну а российские же войска там тоже находятся. И мы видим, что они наращивают группировку. И находятся, наращивают группировку. И тут я согласен со многими моими коллегами, которые говорят, что оттуда заходить будут. То есть будут, потому что имеет смысл, ну я когда с военными экспертами общался, мне эта тема была интересна, ну потому что, во-первых, мы близко здесь, во-вторых, потому что, ну, как бы, второй фронт, это тоже не шутки. И они говорят, что смысл имеет, если группировка от 30 тысяч. Вот хоть какой-то смысл имеет. Почему? Потому что, когда они заходили в начале войны, не было ни тех фортификационных сооружений, ни минных заграждений полей не было. Ну то есть сейчас им будет намного сложнее. Поэтому я думаю, заходить будут. Почему? Потому что Путину вообще не жалко. Вот он бросит 60, не знаю, 70 тысяч мобилизованных. Ему важно будет освободить место в этих ангарах и казармах для новой партии. То есть потому что даже эти наспех, на скорую руку обученные, мобилизованные, к сожалению, заберут с собой наших ребят. Не такое количество большое, конечно, как они там сами будут заходить, но обученных, профессиональных наших ребят. И Путин вот такими волнами может просто бесконечно, ну, пока у него там мясо не закончится. А с другой стороны, есть обратная сторона медали. Сотня тысяч погибших мобилизованных – это совершенно другое впечатление о войне для рядовых россиян там. Ну то есть это у них, по большому счету, забрали отцов, детей, братьев. Забрали. Не те, кто шли в первой волне, контракт подписывали, денежка, умрет так умрет, все знали, на что идет. А это уже другая история. Человека за руку взяли, и он через неделю мертвый оказался. И вот сотни тысяч таких мертвых – это совершенно другое восприятие войны там, в России. Это у каждого будет знакомый, который погиб. У каждого. Я не говорю там из семьи, там сосед, не знаю, учился с ним. У каждого будет такой знакомый. И это совершенно другое ощущение. Хотя Путину абсолютно плевать на этих людей. Вот абсолютно. Я думаю, что он до сих пор живет в иллюзии, что у него мобилизационный резерв 25 миллионов человек. Не посчитав, сколько сбежало, сколько откосит, сколько у него там уже с белым билетом купленным ходит. То есть он живет в этой иллюзии. Ну, я думаю, что он готов, наверное, миллиона два положить на этой войне. Борис, началась новая неделя. Мы все уже ждем, скажем так, это, конечно, плохо так говорит, но ждем уже этих ракетных ударов. И вчера президент Зеленский говорил о том, что нужно готовиться. И Виталий Кричко снова говорит о том, что в случае ухудшения ситуации со светом и теплом лучше людям тогда уезжать в пригороды. И также сообщается о том, что в Черном море впервые за длительное время появился ракетоноситель, ракет типа «Калибр» на боевом дежурстве. Вот по вашему мнению, да, все-таки, если снова случится вот этот массированный ракетный обстрел, потому что вот Андрей Андреевич Пянтковский сказал, что если это случится, то эта неделя будет решающей, то тогда Соединенные Штаты нам дадут дальнобойное оружие, вот эти вот ракеты, которые там позволяют уже дальностью и на 500 километров, и на 1000 километров. Вот тогда это как-то может изменить ситуацию или нет? И вообще вот эта вот тактика, да, вот этого террора, вот она работает или нет, этот план? Значит, смотря на какие аудитории. То есть для украинцев она не работает, мы это видим прекрасно по себе. Нам это неприятно, нам это дискомфортно, что-то приходится менять, и рабочие графики, и какие-то семейные бытовые графики приходится менять, планировать что-то купить, докупить, где там включить обогреватель. Мы постепенно приспосабливаемся к этому. Хотя не было еще таких вот прямо блэкаутов, которыми нас пугали там по нескольку дней, но Россия вполне может это нам устроить. То есть на нас это не работает, ситуация на фронте это не меняет, никоим образом не меняет. А вот на россиян, понимаете, это же у них единственная теперь фетишная тема, на которую они вот прямо горящими глазами смотрят и смакуют. А сколько там Киев без света сидит? Смотрите, вот там вообще отключили там Хмельницкий или еще какое-то. Это не намисть? Это массовый психоз, психиатрия называется. Когда человек, который прочитал много книг, у него два-три образования, он на другие темы может говорить абсолютно адекватно, но вы говорите Крым, Украина, война, и вот перещелкивает, триггерит, и он говорит, там, 8 лет бомбили Донбасс, боевые комары и так далее. То есть это называется массовый психоз. Такая же история, как была в нацистской Германии, когда люди образованные, люди там с родословными, там, с какими-то традициями, культурой решили вдруг, что надо сжигать в печах, и можно абсолютно нормально носить сумочку из человеческой кожи. То есть вот это та же самая история с россиянами происходит. Поэтому они не поменяются. Для них это сейчас единственная какое-то, знаете, как отдушина какая-то. Ой, как там, они с утра просыпаются, ну что, особенно если ракеты начинают лететь сюда, боже, посмотрите, что в комментариях творится. Поэтому эта страна должна быть не уничтожена, нет, но разоружена, как минимум, лишена ядерного потенциала. Это единственный выход для цивилизованного мира, чтобы они через 5, 3, 7 лет не вернулись и снова не начали угрожать. И может быть такое, что не Путин будет, а более отбитый маньяк какой-нибудь, типа Пригожина, который скажет, да все, мы в раю, в Альгало, там, или что, у них эти русские националисты, нажимай кнопки, бомби всех, все, мы умрем, мы попадем в раю. И такой же может прийти, может. Поэтому разоружить Россию, это то, что нужно всему миру сделать в ближайшие десятилетия. Если все-таки будут, да, очередные атаки, дадут ли штаты нам дальнобойные орудия? Вот тут бы я не был таким оптимистом, просто сейчас объясню, почему. Допустим, дают нам на 500 километров, на 1000 километров, куда мы стреляем этими ракетами? Мы уничтожаем, допустим, можем уничтожить флот, который запускает ракеты, ну, его могут отвезти куда-то туда подальше, да, там, Новороссийск или еще куда-то. Дальше куда мы стреляем? Мы же не будем стрелять по российской критической инфраструктуре, мы же не террористы. Вот в чем проблема. Мы не убиваем россиян, мы не оставляем роддома, больницы без света. Хотя иногда, знаете, уже до такого состояния доведены, что вот им бы так же сейчас сделать. Но мы люди цивилизованные, мы не террористическое государство, и мы не хотим, чтобы нам этот статус был присвоен. Поэтому вот вопрос, дадут, но куда мы будем стрелять этими ракетами? Кстати, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что следующей целью России станет банковская инфраструктура Украины. Возможно, вы видели, да, где вот он рассуждает вот это вот? Вы знаете, вот я часто мониторю по работе российские вот эти телеканалы, ток-шоу отсматриваю, потому что иногда вот как они меняют свою риторику, это значит, они готовят общество к чему-то. Иногда можно это проследить, ага, пошло изменение каких-то акцентов, тезисов, значит, они готовят вот примерно к такому, там, общественное мнение готовят вот к таким сюжетам. И у них вот этот вот депутат, он говорит, ударим по банковской инфраструктуре, вот мы раз, и он думает, что где-то есть один центр, центр, банк какой-то один, который вот просто если его выключить, то выключится все. Понятно, что есть серверы нацбанка, они в разных местах, они защищены, там тоже предусмотрено, что если вдруг что, куда перебрасывается там, ну то есть нельзя, можно положить связь, ну или сделать ее хуже, как вот при прошлом обстреле было. Тогда это повлияет в том числе и на скорость операций, терминалы не будут видеть, там, значит, но нельзя положить банковскую украинскую систему каким-то одним ударом, это абсолютно тупо. Вот в их понимании банковскую систему, значит, где-то там есть одна вышка большая мобильной связи, ее и все ляжет. То есть они вот так думают, зачем уничтожать банковскую инфраструктуру, чтобы что, военнослужащие на карточку не могли деньги получить или что? Ну то есть все равно получат, есть другие у нас средства связи. И восстановят. И да, и восстановят. Но то, что они хотят уничтожить все, это факт, и у них это прорывается часто. Давайте банковскую, а давайте там еще что-то положим, а давайте, не знаю, там воды, чтобы у них насосные все станции. То есть они это хотят сделать абсолютно. Почему? Потому что агония, когда нет успехов, точнее, когда есть неуспехи на фронте, хочется вот какую-то вот такую мразотную вещь сделать. И мы для них уже вообще не люди. То есть мы вот те самые унтерменши, как в методичке нацистской писали, недолюди, малороссы. Вот они нас не считают нацией и людьми. Поэтому если нас уничтожат всех, для них это не будет большой проблемой. Если вернуться к ситуации на фронте, вот сообщается о том, что появились признаки того, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС. Глава энергоатома Петр Котин заявил об этом. Песков, кстати, опровергнул эту информацию, говорит, что не собирается никто оттуда уходить. Как бы вы оценили вероятность того, что все-таки покинут они АЭС? И как вообще дальше будет ситуация разворачиваться на Запорожской атомной электростанции? Я пока не вижу предпосылок, почему они самостоятельно должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Они там защищены, они там, значит, все, что надо, заминировали. Мы обстреливать этот объект не можем. То есть там все у них хорошо. Я даже больше скажу, что есть у меня ощущение, вот я откачусь на два вопроса назад про Беларусь, что их задачей будет именно захват вот таких объектов. Ровенской атомной электростанции, которая, по-моему, километров 80 от белорусской границы находится. Опять же, в Чернобыльской зоне, чтобы мы не могли по ним попадать нашим новым оружием. Вот их задача будет, какую-то безопасные такие, посоздавать плацдармы. И я не думаю, что это либо должна быть какая-то договоренность условная, либо это будет следствием успешной тактики, которую мы применяем уже не первый раз. Когда обескровливается территория, на которой находятся российские войска, им нечем стрелять, им нечем заправляться. И они просто вынуждены отходить. Я думаю, что именно так произойдет с левобережной частью, с оставшейся частью Херсонской области. Они будут отползать в Крым, и они будут там укрепляться. И я думаю, что будут ждать, что мы и туда пойдем. Сообщается, Борис, также о том, что непростая ситуация складывается и в Бахмуте. О том, что там много раненых. И мы видим, что уже несколько месяцев пытаются россияне взять, но у них не получается. В СССР отбивают атаки. Но тем не менее, если говорить в стратегическом плане, будем, конечно, надеяться, что этого не случится, но все-таки потеря Бахмута что может означать? Вообще ничего не означает для нас. Отобьем снова? Да. Ну, мы же помним, сколько территорий россияне оккупировали в начальной фазе войны. Помним. Они вот так вот все по границе, из Беларуси в том числе, и недалеко от Киева стояли. Ну и где они сейчас? То есть мы это помним прекрасно. Бахмут для них это будет, ну, хоть что-то, что за долгое время они могут. Вот, были тяжелые бои. Я знаю, что там перебросили туда приличное количество, в том числе и обученных военнослужащих. Поэтому у них будет задача хоть что-то, вот какой-то пункт с названием, который уже давно звучит, взять. Чтобы хоть как-то нивелировать, минимизировать риски после потери Херсона. Вот они скажут, вот. И будут они про это говорить всю неделю. И будут плясать, танцевать, какие мы молодцы. Хотя от Бахмута уже ничего не осталось. Да, мы видели кадры, которые показывают, в каком состоянии находится сейчас город и инфраструктура. И там очень сложно сказать, что там что-то осталось. Да, у них очень давно не было каких-то таких значимых побед в их понимании. Поэтому им что-то нужно сделать. У них единственная победа, вот, обстрел нас ракетами. И они вот этот сериал, смотрите, какой темный Киев. В Украине, кстати, они новую, значит, повесточку начали отрабатывать. В Украине протесты против отключения света. Народ недоволен, скоро народ выйдет и снесет Зеленского. И показывают кадры, где вот в Одессе там... В Одессе. Да, по переходу ходили. Ну, ходили люди. Но это не протесты против Зеленского. То есть они не понимают, что... Они вообще... Вот, Путин, его главная ошибка, он вообще не понимает отличия украинского общества от российского. Вот он не понимает. Он же оценивал, именно по аналитике, наверное, там сидели и думали, а как же россияне поступят, если их, значит, без света, без тепла пойдут сдаваться. Ну, вот украинцы тоже так. Ну, в Одессе там же был... Как, люди протестовали против того, что в соседнем квартале, где, собственно, живет Труханов, там есть света, а там, где они, там нет. А там преподносится картинка, как мы видим, совершенно по-другому. Хорошо, Борис, также хочу вас спросить относительно Китая, потому что появилась такая информация, что Россия развернула настоящий воздушный мост в Китай. Об этом пишет украинское военно-аналитическое издание Defense Express. Говорится о том, что РФ отправляет самолеты за военным грузом, причем за тем, который крайне необходим прямо сейчас, и не может ждать, пока его доставят по железной дороге. Вот как вы думаете, что это может означать? О том, что Китай вступает в войну или о том, что Китай поддерживает Россию в этой войне? Нет, ни то, ни другое. Китай может просто продавать что-то, я пока не знаю. Это тоже информацию нужно проверять, потому что, извините, руководство Китая прекрасно понимает, что в эпоху аэрокосмической разведки, спутниковой разведки, все это прозрачно и отслеживается. То есть понятно, что Китай может поставлять, не знаю, обмундирование или какие-то там товары двойного назначения, но я не думаю, что я уверен, что Китай не будет поставлять России оружие. Россия не союзник для Китая и даже не равноправный партнер. Я неоднократно говорил, что Россия это просто ресурсная шахта, с которой можно, пользуясь случаем, пока им плохо. От санкций, от общего давления выкачать оттуда за бесценок все, что там есть. И мне недавно попалась очень интересная лекция одного российского оппозиционера. И он говорит, ну вот смотрите, Путин собиратель земель русских, Крым украл, Донецкую, Луганскую украл. Вот, в общем, площадь этих территорий вот такая. И дальше он показал, сколько территорий Китаю сданы в аренду уже сейчас. То есть там на порядке больше территорий в аренду на 49 лет там еще. То есть одной рукой он что-то там собирает, а другой рукой отдает. И Китай уже на этих землях, он полез уже в недра, он уже удобрения свои использует там. То есть эта земля там будет через какое-то время непригодна. Ну то есть россияне не хотят этого видеть. У них огромная страна, своя, неосвоенная, которую они отдают в аренду тому же Китаю. Поэтому Китай сейчас будет наживаться на помощи, скорее всего, в обходе санкций. Не везде, но где-то. Китай закачает все хранилища свои. Чем можно только? Газом, нефтью, зерном. Вот что может из России вытащить, тем и закачает. Но Китай не друг и не брат России. И, кстати, заявление Си Цзиньпиня о том, что Путин не надо использовать ядерное оружие и даже угрожать им не надо. Это прям прямой посыл одному человеку, Путину. И это, если хотите, дипломатический такой нагиб жесткий, простите за сленг. Относительно того дальше все-таки, как будут развиваться события на фронте, вот израильский военкор Сергей Услендер, ну вы, наверное, тоже его знаете, вот он пишет очень интересную такую вещь, что, судя по всему, что Генштаб сейчас избрал ту же тактику, что и было с Харьковом, активно морочит россиянам головы, а те хаотично мечутся резервами в попытке угадать направление главного удара. Полагаю, к Новому году залужный сделает вам подарок. Погодите немного, будет вам сюрприз. Вот как вы думаете, подготовит ли наш залужный нам такой вот какой-то подарок к Новому году? Как вы думаете, что будет? Вполне возможно, тем более, если, ну, не военному человеку такому, как мне, я посчитал, сколько на подготовку каждой операции в Харьковской области, потом с Херсоном, ну то есть где-то в среднем проходит два с небольшим месяца, и наши вооруженные силы очередной сюрприз россиянам готовят. То есть вот скоро подойдет этот срок, и думаю, что там мы обязательно увидим. Мне очень нравится, как происходит информационно-психологическая операция над россиянами, когда вбрасывается то в этом направлении будет главное наступление, то в этом, то такая идея, то так слили из генштаба, то вот так. То есть очень молодцы наши ребята, ну, потому что мне это заметно, они очень грамотно все это делают, запутывают россиян не только на поле боя, но и в информационном поле, мне кажется, это важно. Поэтому будет им сюрприз обязательно. По нам они, конечно же, будут совершать вот эти ракетные удары без вариантов, у них другого выхода нет, просто нет выхода. Потому что даже Песков сказал, давайте за стол переговоров. Никаких условий, просто за стол переговоров. А вот для чего мы с коллегами общались, и для чего им вообще эти переговоры сейчас? Ну вот что они хотят? Вот рассуждая об этом, Борис, если позволите, я добавлю, Михаил Подоляк в интервью сказал о том, что нас принуждают вот этими обстрелами и переговорам, потому что Россия хочет избежать юридической ответственности за военные преступления. Ну, отчасти с Михаилом соглашусь. Мне кажется, здесь все намного проще. Это же классика КГБшного Шулера. Путин садится за стол переговоров, начинают, прекращаются обстрелы, конечно же, обязательно. Это дает возможность вот этой самой оперативной паузе перебросить в Беларусь, подобучить вот этих мобилизованных, которые там, распределить их правильно и начать наступление со всеми. Может, оружие где-то подкупить в Северной Корее или в Иране, или где-то еще. Подготовиться, потому что ему сейчас никто паузы не дает. Еще вот-вот, и они начнут отступать уже из других территорий. Поэтому ему нужно. Дальше Путин задурит всем голову, как он это умеет делать. Подпишет какую-то фейковую бумажку. К весне ее нарушит, но весной его уже войска будут подготовлены, и оружие будет уже доставлено. Вот что хочет Путин. Все, он хочет передышки перед новым масштабным наступлением. Но ему вооруженные силы не дают, потому что выпиливают технику. Мясо он пригонит, а технику где возьмет? Где артиллеристов возьмет? Пилотов где возьмет? Их нужно годами обучать. То есть у него вот с этим проблем. Поэтому пауза нужна. Не получит он никакую паузу, это я уверен. И наши будут продолжать гнать именно поиспользуя вот эту тактику. Очень надеемся на это. Борис также хотел спросить о том, что ФБР объявила Пригожина в розыск. Мы видели о том, что назначили, скажем так, за него 250 тысяч долларов. Борис Невзоров, кстати, написал об этом, что не всем понятен юмор ФБРовцев. Дело в том, что 250 тысяч – это стандартная стоимость головы серийных маньяков и мелких террористов. Могли бы и накинуть за кувалду. Да, могли бы и накинуть. Я думаю, что и побольше. Я бы вот сейчас, знаете, Пригожина как-то так сильно демонизирует. Он, конечно, отбитый. Он чистый криминал. 9 лет отсидел, вышел. Потом в орбиту попал ФСБ после того, как кормил Путина. Ну и пошло-поехало. На госконтрактах на армии наживался, на питании. Ну, короче, путь у него классический для российского, значит, криминального олигарха, если так можно назвать. Но Пригожина сейчас демонизирует ровно для того, чтобы показать, что есть большее зло, чем Путин. Просто можно будет потом сказать, ну, это вагнеровцы, это там Пригожин, вот он, казнь публичную. То есть намеренно? Ну, да, намеренно. То есть и сам Пригожин, и российские СМИ прилагают к этому немало усилий. То есть подарить кувалду, которая, ну, может, не та самая, но похожая, которая разбили голову человеку в прямом эфире, это же ты просто показываешь, что ты маньяк, террорист и абсолютно отбитый персонаж. Вот Пригожина лепят такого, причем и еще для одной внутренней цели, чтобы там внутри все боялись. Вот как Кадырова и кадыровцев тоже демонизировали, вот придут кадыровцы, все там, все бизнесмены в страхе дрожали, отдадим все, все, что надо, там, под контроль игорный бизнес, да, пожалуйста, забирайте. Вот точно так же и Пригожина. Противовес, потому что Кадыров есть, ему нужен противовес. И плюс противовес силовики, ФСБшники, Патрушев и так далее. Все друг за другом следят, все понимают, что ожидать можно любого друг от друга, поэтому Путин, он вот такой вот создает вокруг себя, это его чистая фишка. А Пригожин, он под все санкции попал. Пригожин, он может натянуть на себя все, что хочет, все, что не может, например, там, Сечин, Ротенберг сказать. То есть он выходит и говорит, мы вмешивались в американский выбор. Он же сказал, да, и будем вмешиваться. Поэтому Пригожин, он не понимает, он человек, может, не очень глупый, но он не понимает, что он может стать как раз разменной вот этой вот историей. А давайте мы вам Пригожина отдадим, он в выборы вмешивался. Он же взял на себя не Россия, не хакеры российские, не спецслужбы. Вон Пригожин, это же он голову человеку разбил. И вагнеровцы его там расстреливают пленных. Вот давайте мы вам его сдадим, а вы нам чего-то там простите. То есть вот такие маньяки-террористы, которым накачали вес маньячный, информационный, они всегда стоят каким-то разменным материалом. Что с ними происходит, мы знаем прекрасно. В любой стране у них один и тот же исход. Кстати, интересные моменты, которые всплыли относительно биографии Пригожина. Якобы сообщается о том, что он уроженец желтых вод в Днепропетровской области. Там есть жил его дед Юхим Пригожин, якобы даже есть музей целый. Мне кажется, эта информация интересна тем, кто, собственно, интересуется биографией. Я вам так скажу, все российские вот эти, те, кто дорываются до власти, а у Пригожина, надо сказать, у него же еще и политтехнологи, есть крыло политтехнологов. Он же соединяет вагнеровцев, политтехнологов, сдает в аренду в какую-нибудь Африканскую республику, они там делают революцию. Одни, значит, стреляют, другие имитируют выборы, все, приводят к власти. У него есть такая опция. И когда говорят, что вагнеровцы какие-то там непобедимые, или они-то это какая-то большая сила, мощная. Да, это хорошо вооруженная банда, но хочу напомнить, что произошло с вагнеровцами, когда они лоб в лоб столкнулись с американскими военными в битве за нефтяное поле. Их за считанные минуты, часы распылили на атомы высокоточным оружием. Там работали ударные дроны, они даже не понимали, откуда прилетают. То есть, по разным данным, до 500 человек в битве за нефтяное поле на Ближнем Востоке было уничтожено на раз, вот так вот просто. Подняли спутник, все посмотрели и все. Распылили в ад. У меня есть программа, кстати, про Пригожина на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, уважаемые друзья. Как всегда, да, рекомендую подписаться. И на этот обязательно тоже, на канал Политека. Вот, поэтому еще же одна проблема у Пригожина с вагнеровцем есть. У него был костяк около 10, ну, 8 тысяч. Это кто прошли горячие точки, кто имеет боевой опыт. И он к ним прибавил еще 20 тысяч заключенных. Как вы думаете, какого качества стала вот эта субстанция, в которой были боевые, значит, какие-то офицеры, прошедшие там какие-то войны, и зэки, которые имеют абсолютно свой уклад. Они пришли туда просто для того, чтобы отсидеться и потом получить помилование. Они вообще не это, как это, не соединяются. Поэтому я думаю, что в Человека-Вагнер разделены определенные группы. Вот эти зэки — это расходный материал, вперед идут. Или несут там за вагнеровцами снаряжение, а обвоюют вот этот костяк. И то его не так много уже досталось. Борис, ну, много говорится о том, что у Пригожина есть и политические какие-то амбиции, и чуть ли там в телеграм-каналах, и чуть ли не Пригожина в президенты. Просто я к чему. Если так случится, то вот его электоратом кто станет? Вот эти вот мобилизованные, на них это все рассчитано? Ну, мобилизованные не доживут уже до этих выборов, на которых там, может быть, будет баллотироваться Пригожин. Он же образ, который рядовому россиянину очень заходит. Отсидевший такой мужик, по понятиям все. Мы, значит, всех накажем, Россия великая, кувалдой голову развалим, кому хотим. Это то, это образ идеального, как это, кандидата для рядового россиянина. Им нужен тот, кто железной рукой вот так стучит, тот, кто говорит, что плевать на все правила, законы, Россия великая, мы всех нагнем, мы это обязательно можем повторить. То есть, вот, это его электорат. Если его правильно причесать, ну, немножко его сделать, очеловечить в информационном поле, будет неплохой кандидат. Вопрос только, кто его поддержит. Должны же элиты поддержать его. Ну, силовики, олигархи, окружение Путина там и так далее. Кто его поддержит? А он, угроза, он же непредсказуемый. Он берет, вот, дружил с этим губернатором Бегловым и в выборах ему оказывал содействие. Кстати, когда-то они дружили. А теперь он там уничтожить его хочет. Просто потому, что немножко не сошлись. Ну, пока на месте Беглова, видим же мы. А так не играют правила в России. Там есть определенные договоренности, которые нужно соблюдать. А не так, как Пригожин. О, у меня теперь армия, я теперь передоговорился. Ты мне отдаешь нефтяной бизнес, ты там какой-то лес отдаешь мне, еще что-то. То есть он же беспредельщик, Пригожин. Вот в чем суть. Борис, если позволите, пожалуйста, в завершение один вопрос относительно Крыма. Потому что тоже очень много об этом сейчас говорится на повестке дня. Владимир Зеленский заявил о том, что возможной деоккупации и не военным, и военный путь нужно рассматривать. И Резников, мы знаем, тоже так же ранее делал об этом заявление. И Буданов об этом говорил. Если с Херсоном ситуация понятна, то они отступили, да, и все. То с Крымом отступать мы понимаем, что некуда. Потому что и мост контролируется хаймарсами, да. Вот как вы думаете, все-таки, как будет развиваться там ситуация? Я думаю, что Крым это как раз та точка, где Путин готов применить ядерное оружие. То есть Крым, он для него намного более священный, чем какая-то даже Курская, там, не знаю, Брянская область. Крым это приз. Он его завоевал, он с ним в историю хочет войти. Там, если где-то Китаю сдаешь, никто про это не знает. Или как живут люди. Но Крым это все, это главный приз его политической карьеры всей. Он же ни с чем другим в историю войти не может. Ну, разве что Беларусь еще заберет там как-то. Ну, там и забирать не особо нужно будет. Поэтому Крым он не отдаст. И не зря и наши американские, европейские партнеры говорят, давайте какие-то реалистичные требования. Мы, в принципе, сказали, мы все территории деоккупируем. Если он будет наносить ядерный удар тактический, показательный или какой-то реальный, ну, тогда вся Россия, значит, схлопнется. То есть, по большому счету, если так завершить, Путин умрет за Крым. Скорее всего, так. Вот когда наши зайдут туда, вы правильно сказали, бежать там, там побегут раньше. Вот когда наши подойдут к Перешейку, там в Крыму из вот этих коллаборантов мало кто останется. Они уже будут все сидеть там в Краснодарском, где-то край, вот, и плакать оттуда. Как этот Балицкий из Запорожья сбежал, он же в Крыму сейчас сидит. Судьба их такая же, как у Стримаусова будет у всех. Ну, разве что кто-то поумнее спрячется где-то или сдаст других, пойдет на сделку с западными спецслужбами. Вот второй выход, который есть у них. Борис, ну, надеемся на лучшее, верим в наше ВСУ и желаем им силой. Благодарю вас за интересную беседу, благодарю за ваши ответы, уважаемые друзья. Также благодарю за внимание и вас. Подписывайтесь на YouTube-канал Политека, подписывайтесь на YouTube-канал Бориса Тизенгаузена. Я благодарю вас за внимание, всего вам самого доброго и до новых встреч. Продолжение следует...